Встреча с Виртуалити 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 Приятная новость для поклонников одного из самых популярных онлайновых шутеров Unreal Tournament Вместе с мировой премьерой появится и русифицированная версия игры Третья часть мега популярного виртуального развлечения выйдет в третьем квартале 2007 года Unreal Tournament 3 Внушительная армия почитателей приставочных файтингов ждет не дождется выхода на консолях нового поколения четвертой части Soul Calibur Со времен легендарного Tekken 3 это одна из лучших возможностей безнаказанно надавать своим друзьям по морде Герои культовой игры обещают нарастить еще большие мускулы А героиня избавится от лишних деталей одежды в грядущем 2008 году Произойдет это примерно в одно и то же время для Xbox 360 и PlayStation 3 А вот хозяевам новомодной Nintendo Wii ждать осталось куда меньше Они получат свой Soul Calibur Legends уже через несколько месяцев Голландские разработчики из Triumph Studios для своего нового творения под названием Overlord Решили взять знаменитый девиз «Хорошо быть плохим» Их творение представляет собой экшен от третьего лица с некоторыми тактическими элементами Игрок в шкуре восставшего из ада демона управляет отрядами верных слуг с целью вернуть себе былое могущество Можно пустить своих подопечных в бой и наблюдать за их храброй гибелью во имя своего господина А можно оказать посильную помощь, пустить в ход кулаки и подручные предметы Не говоря уже о возможности принести несчастных в жертву с целью получения магической энергии для вызова мощного заклинания Пройтись огнем и мечом по землям сказочного королевства и почувствовать себя сосредоточением мирского зла вы сможете уже этим летом Вышло в свет исправленное и дополненное издание игры Вторая мировая Для выпуска этой версии разработчики изучили многочисленные замечания геймеров по всему миру С учетом которых и провели обширную работу над ошибками Переработке подверглась почти вся начинка игры Система видимости, модель повреждений, характеристики оружия, искусственный интеллект и многое другое В итоге получилась по сути совершенно новая игра, носящая теперь гордое имя Wargame Во всемирную паутину просочилась информация о том, что в скором времени начнутся съемки фильма по столь любимой в народе РПГ Диабло Незабываемое действие по закликиванию тысяч кровожадных монстров решила синхронизировать киностудия Legendary Pictures Эта команда не раз доказывала, что умеет создавать полномасштабные блокбастеры В этом можно убедиться, посмотрев такие киношедевры, как 300 Спартанцев, Возвращение Супермена и Бэтмен Начало К слову, одной лишь Диабло дело не ограничится Из-под пиратой же киностудии обещать выйти в фильм по еще одной легендарной игре Варкрафту Что же до точных сроков появления на широких экранах, то о них пока скромно умалчивается Во второй части программы, как всегда, не пропустите еще один блок новостей А прямо сейчас эксклюзивное интервью Рэнди Питсуорта, исполнительного продюсера уникальной игры Brothers in Arms Hell's Highway С Рэнди наш корреспондент встретился не где-нибудь там, а в Париже На закрытом показе новых игровых проектов, которые организовала компания Ubisoft Привет, меня зовут Рэнди Питсуорта, я исполнительный продюсер игры Brothers in Arms Hell's Highway Brothers in Arms — это игра о взводе парашютистов 101-й воздушно-десантной дивизии Действия происходят в Европе во время Второй мировой войны В основе игры лежат реальные исторические события Это была крупнейшая операция по высадке воздушного десанта под названием «Маркетгарден» Во время этой спецоперации парашютисты должны были захватить ряд ключевых мостов в Голландии Целью союзных войск было прорвать оборону немцев и закончить войну к Рождеству Конечно, все пошло не так, как было запланировано Операция оказалась стратегической ошибкой Игрок видит происходящее глазами сержанта Мэтта Ему предстоит принять участие в этой операции Brothers in Arms Hell's Highway — уникальная игра в своем жанре Так как она дает возможность оказаться в шкуре командира взвода И имеет интерфейс, позволяющий отдавать приказы подчиненным Можно использовать штурмовую, минометную группы, пулеметные или минометные расчеты Для достижения поставленных задач Это очень увлекательно Например, игрок может уничтожить укрытие, за которым прячется враг И уничтожить самого противника Это делает игру крайне интересной В нашей игре мы хотим воссоздать реальную обстановку внутри боевого подразделения Дать игроку почувствовать себя на месте этих ребят Сделать это похожим на кино Мы попытались проработать все как можно более детально Чтобы игра выглядела исторически достоверной Ландшафты в игре воссозданы с такой точностью Чтобы человек, прошедший игру, смог проехать по тем местам, где происходили эти события И стать экскурсоводом Вот насколько она близка к действительности С вами был Рэнди Питтсворд Специально для программы Virtuality MTV Russia На очереди наша постоянная рубрика «Хит» История этой легендарной серии началась в 1994 году Каждая новая игра, которая выходила в этой серии Представляла собой некую небольшую революцию в мире ролевых игр С каждой новой игрой серии геймеры всего мира все больше и больше узнавали об этом огромном мире Мы играем за разных героев Оказываемся в совершенно разных обстоятельствах Тем серия интересна Мы переносимся в гигантскую виртуальную империю Тамриэль в игре The Elder Scrolls Не так давно вышло очередное продолжение игрового сериала Под названием The Elder Scrolls IV – Shivering Isles The Elder Scrolls IV – The Shivering Isle Это аддон Аддон к уже вышедшей игре Oblivion Сделан он на том же движке И является продолжением Oblivion Мы можем играть как за нового персонажа И уже сразу оказаться в области, которая открывается в The Shivering Isle Либо продолжать играть уже нашим героем Тем героем, которого мы развивали, одевали на протяжении игры в Oblivion в основную часть События игры начинаются на острове неподалеку от Бравила Вы оказываетесь перед порталом в другое измерение Пройдя через которое, попадаете в два небольших царства, разделенных высоким хребтом Одно царство – мания, разноцветных грибов, желтых облаков в бирюзовом небе и ярких деревьев Второе – деменция, депрессивная, с болотными топями, поросшими ивами и камышом Всем этим безумным миром правит не менее безумный принц Шеагарат Но его сумасшествие никого не волнует, ведь для этих мест сумасшествие норма Вся идиллия чудесного мира рушится с вторжением Джагалага, владыки порядка И его бездушных рыцарей, превращающих чокнутую страну в поле серых кристаллов Вы становитесь единственной надеждой Шеагарата на спасение Особенность игры заключается в том, что монстры, которых мы встречаем, они подстраиваются под уровень игрока И поэтому, даже если мы будем играть с первоуровневым героем, нам все равно будет не очень сложно Но интересно Ролевая система осталась без изменений, то есть вы получаете опыт не за убийство врагов, а по мере использования навыков Персонаж развивается в зависимости от вашего стиля игры Например, используя заклинания, вы улучшаете владение магией В игре вас ждет более полутора десятка сюжетных квестов И даже несмотря на линейность сюжета, он не отпустит вас до самого финала В отличие от обычных ролевых игр, где акценты расставлены достаточно четко Порядок хорошо, хаос плохо, с хаосом боремся, порядок защищаем Здесь у нас есть возможность выбрать сторону хаоса И честно вам скажу, Шеагарат с его безумным, но тем не менее непредсказуемым интересным миром Он вызывает некую симпатию Эксперты виртуалити предупреждают За Elder Scrolls IV Chevron Isles захватывающее продолжение легендарной серии Играть обязательно! Хиты — вещь капризная Никогда не знаешь, когда ждать следующего То ли дело реклама, она всегда приходит вовремя Увидимся совсем скоро, друзья Далее в виртуалити Какие проекты разочаровали игроков? В какой игре можно победить монстра, отвесив ему хорошего пинка? И какими новинками порадует нас игроделы? Продолжаем путешествие по миру виртуальных развлечений У меня есть подозрение, что блок новостей в первой части виртуалити показался вам несколько коротким Ничего, мы заготовили для вас еще один Компания Ubisoft обещает обрадовать всех любителей реалистичных тактических боев Под ее чутким присмотром скоро появится на свет новая серия известного шутера America's Army Являющегося официальным тренажером для служащих звездно-полосатых вооруженных сил Продолжение игры, добавляющее к ее названию приставку True Soldiers Базируется на движке последней части Ghost Recon От последнего игра будет отличаться еще большей степенью реалистичности и улучшенной графикой С помощью которой как нельзя лучше будет передаваться атмосфера суровой армейской действительности Данный проект запланирован пока исключительно для приставки Xbox 360 Приблизительная дата релиза — сентябрь 2007 года Компания Skyfallen Entertainment приступила к реанимации культовой игры прошлого — автомобильной аркады Death Track Разработчики обещают оттюнинговать и подновить этот культовый боевик об отчаянных рыцарях дороги Наделить гаражом средств передвижения, научить новым методам расправы над врагами И, конечно, переселить в детально проработанное трехмерное пространство Теперь арены для кровавых боев на колесах станут развалены некогда красивейших городов мира Оценить результаты воскрешения и приобщиться к игровой классике можно будет ориентировочно в 2008 году Готовится выход дополнения к единственной в своем роде космической онлайн-РПГ Аддон под названием Eve Online Revelations 2 привнесет в игру не только косметические изменения, которые сделают интерфейс более дружелюбным по отношению к новичкам Будут сделаны значительные изменения в геймплее, которые затронут такие аспекты игры, как ведение боевых действий, управление альянсами, режим работы различных систем корабля Также появятся новые возможности приведения массовых космических боев Или, например, режим форсажа, который позволит добиваться наиболее высоких показателей скорости ценой износа оборудования Российские разработчики предлагают достойную альтернативу всем, кто устал от суеты городских гонок и рафинированной внешности современных спорткаров И правда, почему бы не вдохнуть полной грудью соленый черноморский воздух и не окунуться во времена, когда машины были большими, а зарплаты маленькими, но стабильными Разработчики предлагают игроку поучаствовать в красочном заезде степенных автомобилей середины 20 века В антураже всесоюзных здравниц, золотой молодежи и бикини от фабрики «Большевичка» игроку предстоит сменить полтора десятка стильных кабриолетов и намотать почти 100 километров красочных приморских трасс Ждать осталось недолго. Автопробег «Черное море» начнется уже в этом году Вовсю идет работа над неординарным проектом под названием «The Agency» Это онлайновое развлечение новой формации, которое будет объединять в себе черты сразу нескольких жанров — РПГ и шутера Действия игры происходят в недалеком будущем, в мире, где сферы влияния поделены между многочисленными шпионскими организациями Привычные стычки между фракциями будут присутствовать, однако это далеко не самое интересное Игровой процесс будет разбит на десятки эпизодов, представляющих собой отдельные задания, которые предстоит выполнить небольшой группе игроков Для каждой команды будет создаваться копия части игрового мира, где можно будет действовать по своему усмотрению Успешное выполнение задания принесет виртуальным шпионам энной суммы денег, новые предметы и навыки Есть также механизм создания уникальных приспособлений, задуманный таким образом, чтобы подстегнуть торговлю между игроками По задумке создателей проекта должен появиться целый виртуальный мир, где сотни шпионских фирм сражались бы за территорию Почувствовать себя настоящим Джеймсом Бондом дадут только в следующем, в 2008 году На очереди самая ожидаемая рубрика всех любителей «Покритиковать игры» и самая нелюбимая рубрика всех игроделов Ну мне хотелось бы кинуть несколько камней в сад разработчиков Tomb Raider Anniversaries Это все-таки юбилейный выпуск, от него очень много ждали Предполагалось, что эта игра станет украшением всей серии, ее венцом, так сказать Но, увы, получилось очередное вытягивание денег с фанатов Игра стоит на месте То есть Лара Крофт по-прежнему носится и скачет по уровням Но в игровом процессе абсолютно не наметилось никаких изменений, никакого развития Геймплей у нас по-прежнему линеен, как дорога восьмиклассницы к дому Единственное, что заслуживает похвал, это графика Героиня по-прежнему неотразима, от нее нельзя оторвать глаз Особенно, когда она выходит из воды и с нее стекают капли Но боюсь, что прелести главной героини недостаточно для того, чтобы сделать хорошую игру Сегодняшний мой негатив будет посвящен игре «Пираты Карибского моря» Очередная игра, сделанная по фильму Следовательно, от нее ничего не надо ждать хорошего То есть можно посмотреть фильм и даже не играть Очень плохая графика На консоли все выглядит шикарно Но только стоит запустить ее на писюке, все жуть Отдельно стоит обратить внимание на врагов Очень смешные тупые боты Ничего сложного не составлять, там пару движений и все Все мертвы, ты супергерой Resident Evil 4, который вышел на PC PC игрокам повезло не очень Зато повезло очень сильно консольщикам Которые получили версию этой игры в 2005 году На GameCube, потом на PlayStation 2 Там было практически все идеально То есть графика хороша, управление удобное Играешь, получаешь удовольствие Истребляешь зомби Но, друзья, прошло два года В 2007 или в конце 2006 года вышла Эта версия игры для персонального компьютера И она полностью разочаровалась Если вы играете с геймпадом Что крайне редко встречается в России То, безусловно, вы можете получить какое-то удовольствие от игры Но, если у вас есть клавиатура и мышь Абсолютно неудобно управление Для того, чтобы вам достать пистолет Нужно нажать на клавишу Shift Так вот, вы нажимаете на Shift Вытаскиваете пистолет Потом начинаете управлять Это вас уже могут завалить просто в этот момент У меня такое чувство, что PC-шные игроки Они какие-то ущербные в данный момент Если консольщик может реально погрузиться в эту игру И получать от него удовольствие То, казалось бы, та же самая обложка И та же самая игра Но на PC выглядит просто ужасно Мне кажется, разработчики должны задуматься Реально задуматься И пытаться поменьше выпускать подобных версий для PC И напоследок Еще один эксклюзив нашей программы Привезенный корреспондентами из Франции С закрытого показа новых игр Привет, я Лиза Чарманд из Ubisoft Мы разрабатываем Dark Messiah Might and Magic Elements Dark Messiah Еще одна попытка сделать экшен Основанный на популярной вселенной Героев Меча и Магии И в отличие от Legends of Might and Magic Эта попытка вполне достойная Теперь ее с некоторыми дополнениями Переносит на популярную приставку от Microsoft Dark Messiah Это игра, которая портируется с PC на Xbox 360 У игры два основных режима Одиночный и многопользовательский Мы дополнили сингл для Xbox Добавив несколько новых миссий И еще создали несколько новых режимов И карт для мультиплеера Все максимально просто Есть три основных направления развития Воин, маг и убийца А также небольшой набор самых необходимых Для класса умений До чего и заморачиваться, когда суть совсем не в этом По жанру это слэшер от первого лица То бишь рубилово, кромсалово, говоря по-русски Есть ваш герой, есть бесконечное подземелье Наполненное ордами злющих монстров В наличии имеется неплохой арсенал оружия И обширные возможности по его применению Основные особенности игры Это возможность играть за различных персонажей Выполнять задания и искать приключения на свою голову Стиль игры очень похож с оригинальным Даг Мессиэм На вопрос о сюжете Лиза предпочла не отвечать А переадресовала его старшему коллеге Впрочем, даже ведущий дизайнер Не смог толком обрисовать сюжетную линию Зато объяснил, почему в своем новом воплощении Игра получила приставку Elements В общем, мы хотим дать понять, что это другая игра Нет, это по-прежнему та же Dark Messiah, что и раньше Но мы не просто перенесли игру на другую платформу А потратили целый год на то, чтобы доработать ее По сравнению с прошлой версией Но главное, о чем скромно умолчали разработчики Это новаторская возможность дать врагу пинка Да-да, теперь достаточно отвесить звучный пендель Чтобы очередное мерзкое чудище улетело в огонь В воду, яму с шипами Или зияющую пропасть Заботливо нарисованную дизайнерами уровней Что ж, счастливым обладателям приставок Xbox 360 Предстоит получить немало сильных впечатлений Которые уже успели испытать пользователи Персональных компьютеров Специально для виртуалити MTV Россия А на сегодня это все По виртуалити, как говорится, и хватит В завершении приятная новость для всех зрителей виртуалити С июля наша программа будет выходить еженедельно Так что вас ждет еще больше новостей Больше сюжетов о хитах и грядущих мегапроектах Еще больше эксклюзивных репортажей из студий разработчиков игр Одно останется неизменным В каждом выпуске вас ждет самое интересное и необычное из мира компьютерных развлечений До встречи через неделю, геймеры и хакеры!